Участки открылись в воскресенье в 8 утра. К этому времени все было готово. Члены комиссии на местах, рядом представители правоохранительных органов, чтобы обеспечить максимальный порядок и безопасность горожан. Также в течение дня работали наблюдатели, назначенные от политических партий, кандидатов и общественной палаты Ямала. Всего их 36. Мы являемся наблюдателями, смотрим за ходом выборов, за легитимностью проведения этих выборов. Мы являемся наблюдателями, смотрим, чтобы не было никаких нарушений. В выборах принимали участие не все губкинцы. Голосовали жители 5, 11, 12, 14, 15 и 16 микрорайонов, а также 1 и 2 панели промзоны. Всего почти 6 тысяч человек. Явка избирателей составила около 25%. Проголосовало более полутора тысяч избирателей. Должен сделать свой выбор каждый, проявить свою политическую позицию. Я проголосовал за уютный город, за его социально-экономическое развитие. Я желаю и хочу, чтобы наш город рос, развивался. Депутаты – это неравнодушные люди, это люди, которые уже обладают каким-то авторитетом, активно участвуют в общественной деятельности. Потому что городская дума утверждает все нормативные акты, по которым мы потом с вами живем в городе Губкинском. Утверждает бюджет, вносит изменения и вообще имеет очень важное значение в решении местных вопросов в городе Губкинском. Выборы – мероприятие официальное, торжественное и в то же время праздничное. На каждом из трех участков звучала музыка, работал буфет. Поэтому все, кто пожелал исполнить свой гражданский долг, сделали это в комфортных условиях. Мы жители этого города и мы все хотим улучшения наших условий. И те люди, которых мы выбираем, мы на них надеемся. Право выбора есть у всех, мы им пользуемся. Выборы – это возможность изменить свою жизнь к лучшему. Чтобы ее менять, нужно принимать активное участие. Ну, я считаю, что детей тоже нужно к этому приучать, чтобы у них было осознание того, что это не просто какая-то формальность, а выбор их. Необходимость проведения до выборов в городскую думу возникла из-за того, что из ее состава выбыло три депутата. За лакантные места боролись девять зарегистрированных кандидатов, два самовыдвиженца и представители четырех политических партий. Территориальная избирательная комиссия утвердила результаты выборов, по итогам которых выборы считаются состоявшимися и результаты выборов действительными. Большее число голосов на довыборах набрали кандидаты от партии «Единая Россия». Практически каждый второй проголосовал за Ольгу Диденко. На втором месте – Вадим Варламов. Третью позицию в списке занял Кирилл Николаев. Я хочу поблагодарить всех наших горожан, кто отдали свои голоса за меня. Я хочу поблагодарить за поддержку моих коллег, руководства нашего предприятия, всех моих знакомых, всех тех, кто верил, что мы победим. И приложил силе, то есть пришел на участок и проголосовал. Большое спасибо. Я постараюсь оправдать ваши надежды, не подвести. И тот год, который остался у пятого созыва городской думы, то есть я посвящу плотной работе. Уважаемые избиратели, хочу выразить глубокую признательность. Спасибо вам, тем, кто поддержал меня на выборах, оказал столь высокое доверие в моей будущей работе на благо города совместно с вами. Я вас не подведу. В субботу 14 сентября избирком зарегистрируют народных избранников и направят документы в городскую думу. После этого депутаты приступят к своим обязанностям.